Привет, друзья! Сегодня в моих руках не совсем обычный прибор. И вообще его даже сложно назвать измерительным прибором. TDP-2 это тренажёр рентгенметра DP-2. Он предназначен для обучения дозиметристов в работе с рентгенметром. Как видите, TDP-2 выглядит почти точно так же, как и DP-2. Его корпус ничем не отличается от оригинала. Однако справа смонтирован кабель, с помощью которого к тренажёру подсоединён пульт инструктора. Размеры корпуса 240х130х170 мм. Масса 2,4 кг. Несмотря на то, что это учебный прибор, корпус по-прежнему полностью герметичный. Абсолютно все прокладки находятся на своих местах. В комплекте только сам прибор. Сумки у него нет, документация также отсутствует. На лицевой панели мы видим крышку отсека питания, главный переключатель, кнопку препарат, регулятор установки нуля, отсек батарейки и кнопку подсветки шкалы, и собственно измерительную шкалу прибора. TDP-2 позволяет имитировать выполнение работы по измерению мощности дозы гамма-излучения на трёх поддиапазонах. Первый от 0 до 2 рентген в час, второй от 0 до 20 рентген в час, третий от 0 до 200 рентген в час. С помощью поворотных шкал микроамперметра мы всегда знаем, в каком измерительном поддиапазоне мы находимся. Маркировка тренажёра состоит из номинования модели TDP-2, года выпуска 1971 и серийного номера 92. Если посвятить на маркировку ультрафиолетовым фонарём, то мы увидим, что краской закрашена оригинальная маркировка рентгенметра DP-2. Буква Т нарисована кисточкой, а ещё исправлен год выпуска и номер. Если внимательно присмотреться сбоку, то можно рассмотреть настоящий год выпуска корпуса прибора. Это 1958 год. Также на верхней панели мы видим номер радиотехнического завода, который изготовил этот прибор. Это почтовый ящик номер 57. Он же Воронежский радиозавод Министерства радиотехнической промышленности СССР. Он был создан в 1950 году и занимался производством электроники, в том числе и дозиметрической аппаратуры. В дальнейшем предприятие было переименовано в Воронежский радиозавод Полюс и просуществовало до 2005 года. Примечательно, что боковины корпуса имеют незакрашенные метки, указывающие на центр инвестиционной камеры рентгенметра DP-2, хотя, конечно же, никакой камеры внутри тренажёра нет. Справа к корпусу подключён кабель выносного пульта управления. Длина кабеля 3 метра. Он резиновый, довольно гибкий. Пульт управления представляет собой блок с поворотным регулятором и вращающимся диском со шкалой. На шкале нанесены метки, обозначающие мощность дозы в рентгенах в час. И также здесь мы видим кнопку для включения подсветки шкалы. Инструктор с помощью регулятора устанавливает на шкале какую-либо мощность дозы, а ученик с помощью прибора должен определить установленную мощность дозы. Помимо этого, с помощью ТДП-2 можно изучить полный процесс работы с рентгенметром DP-2. Давайте также рассмотрим эту процедуру. Работа с прибором начинается с установки элементов питания. В тренажёре ТДП-2, равно как и в рентгенметре DP-2, используются два элемента. Первый – это 1,5-вольтовый элемент 145У, который сейчас можно заменить любой батарейкой с аналогичным напряжением. Второй – это элемент КБ-1, также на 1,5 В. Он используется для питания подсветки шкалой. Устанавливаем элементы, каждый в свой отсек. Рядом с контактными клеммами мы видим ручку регулятора чувствительности. Он нужен для калибровки прибора с той целью, чтобы показания микроамперметра соответствовали установленной на пульте величине мощности дозы. Итак, элементы питания установлены, можно включать тренажёр. Прежде чем это делать, нужно регулятор мощности дозы на пульте инструктора установить на нулевую отметку. Теперь переключаем прибор в режим настройки нуля. С помощью регулятора установки нуля совмещаем стрелку измерительной головки с нулевой отметкой шкалы. Прибор готов к проверке. Переключаемся в первый поддиапазон, позволяющий производить измерение мощности дозы до 2 рентген в час. Кнопка препарат необходима для проверки работоспособности рентгенметра DP2. На настоящем приборе при нажатии этой кнопки внутри корпуса открывается металлическая шторка между инвестиционной камерой и радиоактивным контрольным источником. При этом стрелка должна отклониться на величину, соответствующую документации к прибору. Как правило, это 1,5 рентгена в час. На тренажёре никаких контрольных источников нет, а стрелка отклоняется с помощью подключения в цепь резистора. С помощью регулятора чувствительности необходимо установить стрелку в положение 1,5 рентгена в час. Если всё получилось, это говорит о том, что прибор исправен и подготовлен к обучению дозиметрическим измерениям. Теперь инструктор может установить на пульте какую-либо мощность дозы гамма-излучения, не показывая её ученику, а ученик должен её определить. Давайте протестируем работу тренажёра на разных поддиапазонах. Установим на пульте величину 0,5 рентгена в час. Как видим, стрелка измерительного прибора также показывает 0,5 рентгена в час. И задача ученика – правильно её определить. Теперь установим 1,5 рентгена в час. Ученик должен измерить дозу 1,5 рентгена в час. Усложним задачу, увеличив дозу до 50 рентген в час. Ученик переключает прибор на следующий поддиапазон. Но прибор всё равно зашкаливает. Поэтому ученик переключает прибор на максимальный поддиапазон. И на нём определяет верную мощность дозы. 50 рентген в час. Давайте теперь инструктор установит дозу 10 рентген в час. Ученик видит, что мощность излучения ниже, чем следует определять на максимальном поддиапазоне. Он переключается в средний поддиапазон и считывает показания. Примерно 10 рентген в час. Инструктор вновь устанавливает высокую дозу 200 рентген в час. Ученик переключается в нужный поддиапазон. И определяет установленную мощность дозы 200 рентген в час. И, наконец, инструктор устанавливает мощность дозы 1 рентген в час. Ученик с помощью тех же действий определяет правильную дозу. Вот так проходит обучение. Всё довольно просто и понятно. Теперь откроем корпус тренажёра и посмотрим, как он устроен. Как видите, почти никакой электроники здесь нет. Нет ни инвестиционной камеры, ни блокинг-генератора, ни модуля электрометрической лампы. Вы можете сравнить устройство тренажёра с устройством рентген-метра DP2. Вся схема ТДП2 состоит из нескольких потенциометров и трёх постоянных резисторов. Три потенциометра, размещенных на гетинаксовой плате, необходимы для калибровки трёх измерительных поддиапазонов. Галетный переключатель сохранён полностью. К нему также прикреплены рычаги поворотных шкал измерительной головки. Микроамперметр М356-1 ничем не отличается от микроамперметра из DP2. Сверху мы также видим установленную лампочку подсветки. Однако, по непонятной причине, подсветка в данном тренажёре не работает и работать не может. Потому что гнездо отсека питания лампы подсветки не имеет электрического контакта с корпусом прибора. По какой причине так сделали, я сказать затрудняюсь. Возможно, перестарались с герметизацией. Давайте теперь изучим устройство пульта инструктора. Он представляет собой литой алюминиевый корпус с крышкой из оргстекла. Масса пульта 400 грамм. Оргстекло с внутренней стороны окрашено такой же серой краской, как и металлический корпус. Крепится оно с помощью четырёх винтов. На панели, помимо шкалы, находится также кнопка включения подсветки. Внутри мы видим поворотный круг со шкалой. Примечательно, что шкала нарисована на бумаге тушью. Это сделано полностью вручную. После чего шкала приклеена на алюминиевый диск. Диск, в свою очередь, крепится к потенциометру с сопротивлением 470 Ом. Ещё здесь находится гнездо для установки автономной 1,5-вольтовой батарейки, питающей лампочку подсветки. Что за батарейка, установить мне не удалось. Она очень маленькая. Лампочка здесь обычная для диземетрических приборов на 1 вольт. Вот так она работает в темноте. Итак, друзья, мы познакомились с тренажёром рентгенметра ТДП-2. Посмотрели, как он устроен и научились с ним работать. На этом обзор я заканчиваю. Всем спасибо. Пишите комментарии. Пишите комментарии.